здравствуйте в эфире дипломатия и я евгения морозова и сегодня у нас в гостях чрезвычайный полномочный посол эстонии в казахстане господин здравствуйте здравствуйте очень рады мы вас видеть у себя и наверное мой первый вопрос только у нас очень в казахстане я начинал свою в этот службу здесь 2017 году в этом году будет два года а вот вы в казахстане уже два года у вас появились какие-то любимые места вот как вы проводите свое время что вам здесь нравится что может быть не очень нравится вот расскажите нам пожалуйста да путешествовать конечно удалось здесь хотелось бы больше но все равно наша работа в основном столице в нур-султане но путешествовал некоторые места например урал актау здесь алмату конечно несколько раз приехал что нравится не нравится я думаю что мне нравятся те же вещи которые обычным казахстанцам нравятся и не нравятся те которые казахстанцам не наши вот две страны и но первую очередь всему всегда сказка говорим что мы не используем весь потенциал наших возможностей и это конечно правда с другой стороны я думаю что особенно последние годы вот как-то вот именно говорит про отношения политических межгосударственных идет оживление но в самом деле конечно отношения были всегда хорошие между эстония и казахстаном тут история нас присоединяет и конечно люди настоящие дни они же едут посмотрят мир здесь и там ну вот вы говорите история всегда была у нас хорошая а много ли вообще эстонцев сейчас находится в казахстане как они сюда попали это вот люди я не говорю про тех эстонцев которые приехали вот сейчас может быть поработать может быть посмотреть страну а против кто здесь живет вы с ними вообще поддерживаете контакт но сразу могу сказать что эстонцев вот так принципе мало вот которые считают себя эстонцами где-то 200 человек может сколько эту цифру знаю такой скажем социум или как эстонского скажем сообщества сильно здесь нету но все равно люди есть которые сюда прибыли скажем на может большинство все-таки осталось здесь после войны и те которые приехали сюда во время советского союза там скажем 70 80 из-за того что может там семейные связи но история эстонцев казахстане я думаю что уже идет насколько далеко как 120 с лишним лет тому назад очень интересно нам была одна поездка прошлом году и встреча была с бабушкой которому 90 лет говорит по-эстонски живет селе петровка это где-то 120 километров с нур-султана со столицы да и она ни разу не почищала эстонию но по-эстонски очень хорошо еще говорить разговаривает ничего и там было просто создан 125 тому лет назад но официально может даже и раньше эстонское село там были одни эстонцы в это время у них было свое скажем и и церковь был там и была школа и эти люди то сих пор видеть там еще живут и сохраняются эстонский язык правда их очень мало осталось конечно сегодня они все старые потому что я думал когда уже 80-х там 90-х многие уехали и многие живут сейчас в эстонии и возвращались на историческую родину но вот такой факт есть а вот эти бабушки не захотели уехать да не решили что они будут жить здесь казахстане на видимо так что они так уже там себя устроили там есть дом и пока конечно есть с кем бы разговаривать есть свои люди все-таки чувствуется что они себя дома здесь больше чем тогда в эстонии а молодежь все-таки решила на свою историческую родину уехать да как я поняла эти бабушки остались так они конечно говорят потому что я знаю только что что бабушка мне говорила ее зовут алита маки не исполнилось как раз первого февраля 90 лет это ехали туда поздравили и два дня тому назад тоже был там там сейчас будет снят документальный фильм сколько это факт сам очень интересный изучали же историю эстонцев во всем мире профессор аду муст который в общем-то очень заинтересован то что раз у был эстонцев он историк профессор до тартусского университета здесь исследовал вот такие скажем историю эстонцев которые выехали по одному и другому причину там из эстонии и честно говоря про эстонцев в казахстане очень мало что там говорится и поэтому мы видим еще есть чего можно исследовать но я вот желаю удачи вам в этом деле это всегда интересно да соотечественники как они оказались так далеко от своей родной страны да бабушка уже не помнит наверное наверное даже не знает как она здесь оказалась почему ее родители сюда приехали не знаю что эта деревня там тоже мало что осталось еще что-то архивных там скажем документов постараемся конечно тут обращались тоже в архиву казахстанскому но я говорю что очень мало осталось документов там даже до того что они точно не могут тебе сказать когда они родились не все потому что нету точных данных у некоторых можно так догадать например вот это когда дам было вот солнце стояло вот там в это время снег еще не примерно примерно такое месяц может скажут но я даже бывает что не знают но тем более то что осталось там два-три человека которые все способны разговаривать по-эстонски хотя они никогда эстонии не были они потомки же тоже может тех людей они ну внуки и внучки вот этих людей которые прибыли сюда 125 лет тому назад это по моему впечатлительны что они вообще еще умеют и разговаривать хороший язык но я думаю конечно вот советское время конечно связи больше было тогда и они конечно совсем в изоляции не жили но она все равно да это действительно это вот очень интересный факт я даже не знала а вот современные связи казахстана и эстонии что сейчас нас связывает есть какие-то проекты масштабные может быть на территории казахстана которые эстония инициировала ну скажем масштабных еще пока может рано говорить но у нас есть интересное вот может самый такой скажем так для меня самое интересное для меня есть вот этот как раз что касается цифровизации в общем-то и здесь есть проект эстонский эстонские про электронных учебников электронные учебники в казахстане в казахстане да они у них есть очень хорошие технические решения которые пользуются в эстонии это значит и только что на электронном видео учебнике то что например печатают там конечно можно очень быстро сделать какие-то изменения чтобы усовершенствовать содержание как раз этих материалов которые преподают сами ученики там преподаватели могут сделать изменение просто дав например там администратору вот данные что какие-то ошибки и потом и конечно на основе это можно и печатать книги и то что например если вот говорят что слишком много дети сидят в своих мобильниках или как его называют планшетах что они испортят свои глаза или там можно и читать на на бумаге нет нет проблем конечно конечно это даёт огромные возможности усовершенствовать то что держание есть модернизировать что такое и сразу сразу внедрять то что что самое необходимое вот этот проект электронные учебники он в эстонии давно действует да у нас это уже да это скажем думаю что более десяти лет уже поскольку я сам с детьми там в эстонии к сожалению не удалось там быть в это время как-то мои дети учились в школе и учатся еще это я точно не знаю вот по своему опыту но услышал так что уже как-то по-другому уже никак если уже к этому привыкнешь все шаг назад это будет как войти в каменный век в этом в этом области но что не странно я говорю смотрю что книги все равно дети читают и более более популярно взять и тоже книгу вот таком настоящем бумажном виде и думаю что это один не мешает другого они как-то друг друга опасения некоторых что электронные книги отвратят детей от чтения бумажных никак не оправдывается но как бывающие родители есть такое опасение есть тоже переживаем если вот ребенок все очень долго сидит например в компьютере или там смартфоне но самом деле думаю что нет я даже на свои дети смотрю все равно бумажные книги конечно тоже но там должен быть визуал вот такой я не конечно должен быть качественным потому что привлечь ребенка тоже и конечно содержание должен быть хорошие современные вряд ли же сейчас ребятам где которые уже привыкли к тому что информация очень быстро наступает и поступает и меняется что они просто берут книгу на примеру не знаю который там было написано может 30 лет тому назад как-то у нас было совсем другое и они не понимают этого может тем более что сто лет это надо все-таки возрослить чуть-чуть и чтобы понять такое тоже так и думаю да считают книги популярны в эстонии популярны ниже сейчас магазин много вот что касается электронных учебников я всегда думаю что это выход еще не только удобно да не только удобно но и достаточно наверное полезно для ребенка того же который не должен таскать уже не знаю гору какой-то литературы на своей собственной спине да сейчас очень плотный график у этих детей они учатся совсем не так как я в школе училась какой в школе учились я не знаю я не могу даже поднять рюкзак первоклассника который плотно набит учебниками а вот это вот система она может детей в этом плане разгрузить наверное это тоже большой плюс и насколько я понимаю электронный учебник это не просто фотографии книжных страниц книга в электронном виде там же наверняка какой-то интерактив присутствует там абсолютно какие-то задания абсолютно это сделать все таки то что вообще весь процесс учебы как раз то более привлекательны какие-то интерактивность и все там мы даже не могу представлять поскольку я тоже думаю наверное это учебник или огромном виде там надо прочитать что-то неудобно но нет там наверное все как они привыкли уже смартфоне работать там тоже но в этом процессе она учится к тому что полезному не то чтобы смотрят там только youtube или там не знаю какие там развлечения значит через это войдет и что-то полезного это уже наша задача им подавать того что мы считаем полезным для своих детей а может и учимся от детей чтобы полезно для нас или или что они считают важным они более более я смотрю дети сейчас умные можно так сказать или как-то создают такие вопросы которых я думаю что свое 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 время вообще голову не пришел что задавать они говорят уже более как взрослые некоторых таких тема то которые просто у нас тоже и не было доступа мы даже не знали а вот как давно этот проект существует в казахстане еду как давно казахстан сотрудничать с эстонией вот в этой области в области электронных учебников я вот деталь точно да там не скажу но я знаю что уже это наверно больше чем год как там началось это было по моему государственный этот тендер можно так сказать да и я знаю что эстонскую фирму опыт называют и выбрали среди многих других похоже там программ я знаю что там было венгрия по моему рассматривали ближайшие соседи но и конечно по всему миру и считалось что это один из самых лучших мы конечно большим остаемся что действительно это у нас дело есть развита и конечно у нас тоже есть причина почему это все так идет во первых что это будет очень быстро доступна самая современная информация детям это интерактивность современность и я думаю что тоже в экономическом смысле чтобы не все надо печатать несет да успеешь то все дела и я был наверно думаю что в казахстане тоже это что здесь вообще пространство совсем другое размеры государство и дистанция очень большие если интернет есть тогда значит все это упрощается потому что просто если там по раздавать или там тащить вот этих книг не только с тома в эту школу вообще чтобы это отошло это берет слишком много времени и потому что это очень очень хорошо вот прямо даже предоставлять не могу что какие возможности там дает еще такой процессе учебы мне кажется здесь еще связь учителя с учеником упрощается то есть например ученик если заболел или там он дистанционно находится не в классе и конечно не только ученик учительница или там преподаватель да и родители а родители контролируют на спроцесс контролирует и тоже имеют свои продолжения что там что-то не так на как дети воспринимают как то может там учителю они не хотят все говорить а может родителям скажут хотя это вряд ли для меня очень важно что электронные учебники все таки в какой-то мере будет сохранять наверное количество лицов деревьев нашем мире да потому что сколько бумаги тратится на учебники изменилась программа мы вынуждены опять печатать новые учебники а здесь достаточно просто внести изменения в электронном виде это все очень просто делается вот такая идея конечно тоже в этом есть то что действительно сохранят природу и чтобы не печатать скажем как и сказал все таки спрос есть и на бумажный в любом случае за этим будущее мы будем смотреть как это все будет продвигаться и я буду не знаю я буду очень рада что вот у нас такое сотрудничество развивается очень благородным и важном деле в образовательных или в культурных программах вот вы участвуете какие-то вы выставки что вот эстония делает прошлом году было очень интересная скажем очень интересная программа или скажем такое выступление и в общем-то так сказать органной музыки которую мы знаем что сегодняшний день ночи мало где играет орган мало но как раз караганде выступила наша органистка и с очень большими скажем такими удачей интересом там был и полный зал и конечно еще в академии музыки в астане пример его этот другое но скажем поле с легкой музыки там что-то было но я честно говорю таких больших концентра что-то не помню современных современных еще могу назвать несколько ансамбль там которые были здесь и на спирита тенгри предыдущие годы как три да так современным такой скажем фольк электронная фольк вот такие такие группы здесь выступили что еще у нас планах скажем вот такой обширный культурального обмена нету то есть это еще впереди это надо нарабатывать на нарабатывать и поскольку я думаю что посольство казахстана пока в таллине нету есть консульс надеемся что это как-то не буду открываться тогда вы думал что мы можем работать как раз в стороннем порядке но культура вы же знаете требует ресурс и этот это конечно не совсем просто что такое большие группы например или там маркест чтобы кто-то другу подъехали то уже совсем другой скажем размера вот наоборот казахстан в эстонии представляет свои культурные проекты ты в каком объеме если представляет я знаю что или прошлом году были дни казахстана в таллине сколько знаю здесь я вижу тоже есть потенциал в том что все-таки обмен на туристами и тогда конечно и культурально этот обмен было бы поле более более просто наладить но соединение конечно вы знаете все таки расстояние из 3000 до прямого рейса нету и вряд ли будет так скоро но но доступ конечно есть я думаю здесь тоже есть над чем работать интерес например я расскажу в эстонии против вообще региона казахстана возрастает постоянно люди очень интересуются чем здесь люди занимаются не только там бизнес бизнес конечно там само собой но просто посмотреть как развивается страна исторические природные места которые просто посмотреть я думаю что здесь есть потенциально то же самое в эстонии например приглашать казахам посмотреть у нас есть острова у нас есть мы находимся там почти в севере 100 севере европы близко есть финляндия асмир тут у меня столица 70 километров которые можно пересекаться полтора часа на пароме швеция недалеко во все балтические страны скажем латвия литва там все в этом месте взять думаю что очень интересно будет и для казахских туристов но я даже в этом уверена и я знаю многих своих друзей которые уже побывали посмотрели и остались необыкновенно довольны я училась сама в санкт-петербурге тогда это был город ленинград и я ездила путешествовала все рядом было все было просто не было границ да но конечно старый таллинжи всегда привлекло очень много туристов и все через свою историю про что мы очень еще счастливы что вот этот истония после этого как-то у нас полаганзиотический там скажем эра город остался таким же как он был скажем 500 лет тому назад но пока все современные друг другие города был построены были старые здания были разрушены тогда значит это была наша золотая эра в свое время и это поэтому и осталось старый таллинг от ким он есть тогда было и был как-то 500 лет тому назад скажем и поэтому думаю что это очень интересно смотреть это антентичный там спасибо вам большое за интересную беседу спасибо что вы нашли время и пришли к нам я надеюсь что мы не последний раз встречаемся в этой студии будем рады видеть вас еще с новыми интересными проектами кстати я забыл еще одно в таллине будет в юле 7 и 8 июля будет этот праздник песни и танцев это знаете такое уникальное мероприятие где скажем 15-20 тысяч человек поют под скажем так как сказать на данном сцене хоровая музыка сейчас конечно не только что старые там фольклорные такие скучные песни более современное кто знает это просто смотреть это самого вид как сколько так людей вместе сколько собирается туда людей скажем 100 тысяч человек одном поле и молодые старые моем возрасте люди все вместе в национальных костюмах думаю что это очень интересно то самое и танцевальные праздник танцев там тоже то же время два-три концерта продаю туда уже наверно пилету трудно найти но найдем нам это будет очень интересно это что-то так уникальное конечно если у нас соседи тоже латыши и там это сделать но у нас это как-то уже место такое расположение где-то проводится думаю что уникальное то есть это традиционно до проводится уникальное потом покажу что какая-то картинка которая я думаю что это будет очень интересно сажим можно подумать об этом чтобы там посетить тайлин когда у нас будет тепло у нас тоже лето не очень долго есть два месяца три месяца это начало июля начало июля до вот дорогие дорогие друзья в начале июля будет уникальное мероприятие в таллине кто поторопится купить билеты тот успеет попасть на это мероприятие спасибо вам большое до свидания до новых встреч до свидания с вами была морозова